Продолжение следует... 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 чтобы из нее делать в дальнейшем продукт. Конечно, у нас нет завода по Булгуру. Буквально неделю назад задавали вопрос, почему Ростовская область не соберется, не сложится двумя-тремя хозяйствами, не поставит по переработке Булгура. Дело в том, что да, ниша действительно, я думаю, что будет обширная. Есть избыт на него, даже по России, в принципе, порядка 10-20 тысяч тонн можно реализовывать ежегодно. Хотя замгубернатор сказал, что это не цифра. На сегодняшний момент поставить завод производительностью хотя бы 50 тонн в сутки, там будет около 100 миллионов только оборудования. Плюс само помещение, там, как правило, двухэтажное должно быть, потому что процесс очень тяжелый, сложный. Но я думаю, что оправдывает эти затраты все. При цене на продукцию уже готовы не пшеницей продавать, а Булгура. Я не могу сейчас, там, айтерочно, Булгур на сегодняшний день в районе 80-90 рублей получается. То есть, если при продажной цене зерна 35 рублей, твердая пшеница, хорошего качества, то готовый продукт можно уже продавать по 80 рублей. Ну, соответственно, затратный механизм на переработку будет выходить частичный. Но все равно это будет прибыльнее, чем продавать сырье. Вопросы есть? Я могу ответить. Да, по работе кооператива, взаимодействию с кооперативом не только пайщиков кооператива, но и с кооперативом же могут работать и не только пайщики. Правильно, Антонин? Да, могут работать все. Единственное, чем отличие пайщиков, пайщики могут у нас приобретать семенной материал 50 на 50. 50% они возвращают, допустим, 2 к 1 сырьем, а 50% выкупают за живые деньги, то есть за свои деньги. Также все пайщики, которые у нас находятся, получают скидку для очистки семенного материала. Ну, хранения нет, хранения на сегодняшний день не можем обеспечить. Сушка, очистка, калибровка, все наши работы, которые мы можем предоставить, мы пайщикам именно делаем дешевле, чем обычно фермерам, людям. А для фермеров, которые не состоят в кооперативе, для них какие условия? Вот они, допустим, твердую пшеницу взялись, яровую сейчас посеют. Какие условия будут? Они предпочтительны. Почему с вами лучше работать фермером или хозяйством? Вот по ноту, по чечевице, по твердой пшенице, вот то, что вы назвали позиции. Ну, я думаю, что первое предпочтительное, то, что мы можем найти покупателя на этот продукт и гарантированность быть. То есть это будет гарантированная закупка, что мы их закупим по рыночной цене, либо можем предоставить им покупателя. На сегодняшний день у нас клуб мы организовываем по реализации продукции. То есть все, кто будет вступать в этот клуб, мы предоставлять будем им покупателя, то есть сбыт искать. Мы будем напрямую передавать покупателя фермеру и он будет реализовать. Нет, в принципе, можем накапливать энное количество, допустим, 2-3 тысячи тонн, да, и тогда уже, вот если мы у одного человека нет объема нужного, да, нужно его собрать. Мы будем собирать заявки и заключать контракт на определенное количество тонн. Ну, понятно, что на сегодняшний момент контракты от 2 тысяч тонн, там, в месяц. Мы даже сами не можем обработать этот контракт, да, потому мы привлекаем своих партнеров с кооператива, у которых тоже есть оборудование очистительное, все, и готовить общий объем. Соответственно, и поэтому мы хотим призывать фермеров наших, да, для сотрудничества. Первое, конечно, это сбыт продукта. Микрофон, пожалуйста, чтобы всем было слышно. Представьтесь, если можно. Азовский район, Процесский район. Какая цена на твердую пшеницу сегодня? 35 рублей. Спасибо. Еще вопросы по кооперативу есть? Это из-под комбайна, да? Нет, это по ГОСТу. Ну, как у обычной. Да, как у обычной пшеницы, почищенная по ГОСТу. Нет вопросов еще? У вас вопрос? Нет? Ага. Ладно, с нами остается Анатолий Анатольевич, можно будет и в процессе затем пообщаться. У нас, кстати, будет и для желающих поездка на перерабатывающие предприятия кооператива, вы видели это в программе, и посещение клуба экспортеров. Вот, можно будет желающим и там на стенде продукция маяка, я прошу обратить внимание. А здесь можно будет, мы еще будем говорить о нуте, вот новые сорта здесь, сюда вот надо будет пройти из задних рядов, потом посмотреть. И продукция, кстати говоря, биохутора Петровский. Вот Алексей Иванович Щепетьев, рядом с ним готовые продукты органического производства. Ну, мы тогда двигаемся дальше. Двигаемся дальше и переходим к агрономическому блоку, поскольку выращивание любого...